Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос, он должен быть разбит на несколько частей. Первая философская, зачем мы вообще летаем в космос? Зачем мы собираемся летать в космос? Вот так, в широком понимании. Мое мнение, что на этот вопрос давно уже даден ответ такими нашими основоположными космонатиками, как Циолковский. Там у него все написано о бездне и могущества, о том, что это судьба человечества, о том, что человечество не может находиться всегда в колыбели. Ну, зависит от того, что две тысячи лет находилась в колыбели после Жизы Христова. То есть это как любое философское течение может быть принято, может быть не принято таким. Мое личное мнение такое, что, конечно, путей развития цивилизации может быть множество в человеческой цивилизации. Одно из них – это развитие вовне, это экспансия дальнейшая, освоение просторов нашей планеты и освоение околопланетного пространства, межзвездного пространства. Мне импонирует именно этот путь. Хотя, повторюсь, есть множество других. Поэтому здесь однозначный ответ такой, что надо потому что, потому что – нет. Теперь, если говорить о том, про полеты на орбиту и орбитальные станции. На самом деле, с каждым новым проектом орбитальные станции мы все равно получаем некое новое качество. Потому что даже все проекты в советских, и не только советской орбитальных станциях, можно на некие поколения разбить. И в каждом поколении достигалось некое новое качество. Тот международный проект международной космической станции, который сейчас существует, здесь новое качество заключается, опять же, на мой взгляд, в том что мы научились на самом деле в очень важных вещах работать совместно международной кооперации то есть мы смогли поженить инженерной школы научной школы мы смогли работать вместе на и сложнейшем проекте и в оперативном режиме и и мы создали новой семьдесят пятом году был проект союза ничего подобного я про другое хочу сказать что мы на самом деле создали новую не в некую новую генерацию группы или группу людей такую международную которые умеют общаться с друг другом и разговаривать на одном языке даже если они говорят на какой-то смеси русско-английского то понимание на самом деле у них а единое и в этом смысле я много ну когда был в командировках в хьюстоне и когда общался здесь коллегами соединенных штатов европы мы действительно начали друг друга понимать и поэтому международный проект такой как космическая станция типа вроде анти вавилонской башни это наверно да можно будет так сказать вот теперь про новый корабль и и и и зачем он создается и причем здесь орбитальной станции на самом деле новый корабль который назвали федерация он предназначен для полетов более дальний космос он предназначен ли полеты второй космической скорости если уж так говорить он предназначен для полета в куне это его основная задача и он является одним из дальнейших элементов перспективной лунной программы тогда у вас возник вопрос зачем нам луна во-первых вообще зачем нам луна во-вторых у нас была в 70-е годы пара программа освоение луны были лунные корабли ну чуть-чуть не доделали как ракету n1 тут я могу с вами согласиться не согласиться действительно тот потенциал эту энергию который королев сложил космическую программу мы до сих он это потенциале где-то двигаемся но и вот вот немножко не хватило этого потенциала королев погиб раньше времени и у нас космическая программа ну не с кем образа столкнулась ну условно говоря за 100 плюс потому что еще повторю мы какие-то новые качества все равно получали и видимо сумма технологий и сумма намерений и желаний так складывать что теперь надо двигаться дальше совершенно очевидно что орбитальная инфраструктура нами создана том числе пилотируемая она работает она понятно мы знаем что такое жизнь человека долговременно в космосе мы знаем как транспортно-техническое обслуживание как ремонтировать как международная кооперация общаться мы теперь все это знаем уверенно это умеем делать теперь время пришло двигаться куда-то дальше и выше и постепенно втягивать уже не только орбиту земли но и орбиту луны и может быть и дальше сферу хозяйственной деятельности человека как человечек и цивилизации опять же у вас говорит профессиональное профессиональное понимание я понимаю вы занимаетесь интересным делом но нам-то обычным жителям налогоплательщиков то марса и до луны очень далеко неизведанный мировой океан есть куча неизведанных земель на самой земле я разговаривал с биологами они говорят что из известных 200 тысяч видов морских животных а их по меньшей мере полтора миллиона мы еще там где мы живем еще не все знаем а мы уже карабкаемся куда-то в другие в другие ли сандра совершенно право совершенно право но вот если бы кто-то такой большой ум сидел бы распределял ресурсы и силы за сегодня изучаем морскую биологию завтра полярный полярные следы проводим послезавтра летим в космос но такого мозга супермозга не существует каждый сам для себя решает из людей которые видят фронтиры которые хотят чего-то больше чем просто повседневная жизнь они сами для себя решать что они хотят исследовать поэтому существует и работают и мы этих людей знаем и прекрасно дружим которые работают на полярных станций мы знаем подводников и и а сами мы занимаемся космическими исследованиями то есть мы даст я для себя решил что я хочу осваивать космос поэтому здесь вот такого как бы решительно сказать вот давайте сначала сделаем вот это потом вот это просто не ну про мердевайте космоса штука дорогая по сравнению наверное с изучением мирового океана или я не прав тут я с вами соглашусь потому что дороговизна космоса или космических следы это такой довольно устоявшийся миф я даже не знаю не могу понять куда он взялся на самом деле если сопоставлять даже современные строительные проекты я что не говорю такие могучие международные проекты как олимпиада или что-то то на самом деле создание космического корабля вот такого класса и ракеты или роги во все комплексы на самом деле эти вещи сопоставим по своей стоимости то есть это не какие-то заоблачные супер-пупер самые большие самые дорогие вещи для космоса нет больше того сейчас сумма технологий такая сложилась которая позволяет эти вещи удешевлять удешевлять за счет того что мы меньше тратим ресурсов на разработку на создание мы применяем новые материалы применяем какие-то подходы то что есть и из среды бизнес-схем которые позволили бы нам этим это еще больше удешевить и это работает и это сработает и в конечном итоге исследование космоса особенно пилотермо косматика я верю что она станет одним из таким аспектов или отраслью индустриальной деятельности человека которые будут востребованы точно так же как судовождение авиастроение авиационная промышленность а и и и и и и и и и